А то есть, если дежурный тебе дает 11 сток, ты ему в ответ 2 или наоборот? Нет, нет, нет. Никаких... Сколько он тебе, столько и ты нет. Просто сказал, поступающие или как-то еще сигналы различаются? Нет, нет. Ой, хуй не наделает. Ты сказал, на сигнал и от сигнала, по-моему, да? Да, да, да. Там официально это звучит так. Двинутся в сторону подаваемого сигнала, и двинутся в сторону подподаваемого сигнала. Вот так называется. Я просто до сих пор понять не могу, как это. Ты же издеваешься, что же я тебе говорю, вот выезжает САП из депо, да? Он под удочкой, на одном вагоне висит у него на втором как-то, блядь, на втором, как правило, висит удочка. Он подъехал под контактный рельс, ему подали сигнал остановиться, он остановился. То есть, удочку сняли, дежурный пудепор свистнул два раза в свисток, в обычный спортивный свисток, да? То есть, он свистнул это дело. То есть, ты этот свисток услышал, включил компрессор, включил преобразователь, подал два сигнала и пахнет. Поехал в сторону, соответственно, выезда на линию. Вот так это происходит. То есть, ты повторил как бы тот сигнал, который тебе подал дежурный пудепор. А, и это называется? От сигнала. То есть, он тебе подал, стоять сзади тебя эти сигналы, а ты их повторил, воспринял и поехал от него, в сторону, от подаваемого сигнала. А, то есть, это называется, ну, начало движения от сигнала. Кажется, я теперь понял, да? Да, 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 да. Ну, да, совершенно удаляясь, так скажем, от подаваемого сигнала, если так проще. А если к сигналу, то это как? На сигнал? Ну, это один, соответственно, сигнал. Два это пот, а один это на. То есть, я, если въезжаю в депо, даю один сигнал, дежурный не дает сигнал или как? Что еще раз прервалось, херова слышно было, что еще раз? Ага, если ехать на сигнал. То есть, получается, я въезжаю в депо, я подаю сигнал, а другой, ну, дежурный не подает сигнал. Сначала он тебе махнул, по идее, вот так вот рукой, она может быть с фонарем там, ну, как бы, ну, то есть, может быть, просто рукой, ну, они как правы просто рукой это делают. Ты, естественно, это воспринял, видел, подал амин сигнал и поехал на него. Ага, вот это как, понятно. Ну, да. Сложно, наверное. Не знаю, может, у тебя это уже как семечки там? Да нет. Привет. Что? Ну, это не самое, вот это. Когда там, например, аварийки, да, там депо устраивает, то есть, раз, квайфов, помаду, да, происходит. Ну, да, каждый говорит, он, то есть, инструктор со своей колонной, как, ну, нет, даже не со своей колонной, а тот инструктор, который на смене, вот он устраивает аварийные тренировочные занятия на подвижном составе, да, то есть, среди тех, инструкторов, помощников, соответственно, кто закончил примерно в это время смену. И вот там, да, он тебе имитирует какие-то ситуации, неисправности, то есть, и будет смотреть, как ты будешь из них выходить, вот это уже будет, конечно. А он это делает, когда муж и не закончил смену уже? Ну, то есть, когда он едет в депо? Нет, это, ну, это не обязательно едет в депо, допустим, ты можешь закончить на станции, где-нибудь на линейном пункте, потом ты сам, соответственно, своим ходом, может быть, либо, ну, если ты наехал в депо, это, как бы, ладно, то есть, да, может быть, так, для смену, что ты где-нибудь на станции, например, закончил, там, ну, где-то наряд предписан, да, то есть, если он ходом выбираешься в депо, на этот тренировок. А, ну, то есть, это заранее обговаривается, да? Что? Это заранее обговаривается. Да, конечно, у тебя, да, в наряде будет написано, что аварийное, неровочное занятие, например, там, с часа до 15 часов, то есть, 2 часа, то есть, да, это совершенно официально. Ясно, нет, но все-таки давай завершим эту тему, я, ты меня, видимо, сначала не понял, я имел в виду, ты говоришь, привезли на станцию два коротких кутка, это вызов дежурный, там, или кого-то еще. Ну, дежурный, или инструктор, или там, ну, кого-то из оператора, например, на этом пункте, ну, кто есть на этом пункте. А я тебе начал говорить про то, что, я тебе начал говорить про то, что, ну, если уж, грубо говоря, как мне рассказывали, если машинисту приспичило посрать, он очень сильно хочет кака, ты везде на станцию, он дает два коротких, и это означает подмену. Это вызов вообще, то есть, к составу, кого бы то ни было, ну, как бы, кого бы то ни было, по сути, делай инструктор, да, вызов к составу, он тебе подходит и говорит, типа, что у тебя, например, случилось, ты говоришь, я хочу посрать, да, он тебе дает резервного машиниста, соответственно, либо сам садится, там, делает тебе по отмену, а ты в это время идешь делать свои дела. Понятно, а я вот просто хотел спросить, какие еще бывают гудки при въезде на станцию, два длинных, допустим, бывают, если бывают, то что не значит? Нет, если, например, отдельный длинный, да, повестительный, да, то есть, ну, если ты видишь какой-то там за пределами вот этой линии, кто-то находится там или что-то, официально это один длинный, один длинный, это вообще повестительный сигнал, считается, да, то есть, по сути дела, если что-то там ты видишь, что, ну, может помешать твоему движению, или кто-то там, например, на путь, там, где его попал, или что-то, если, ну, естественно, да, обязан подать этот сигнал, или в избежании падения кого-то на путь, или там что-то, то есть, ну, вот такие ситуации, как бы, для привлечения внимания, можно говорить, так сказать. ну и три там если тебе подала например она круговым движением да там он она там рукой там или каким-то этим ты естественно это воспринял подал ей три коробки сигналы а то есть если она подать круговое движение знак остановки ты даешь три сигнала до остановки или после что ты даешь три коротких сигналов до остановки или после остановки вот такая ситуация была настолько редко что там никто на это внимание не обращает до или после те главное воспринять и остановиться как говорится да по ее требованию ну и подать эти сигналы в принципе не проехать станции там где что-то а до или после таки я же говорил я ее залепил снова чтобы проверить будет ли неисправен мотор компрессор или нет но он короче как вернулся в нормальной состоянии больше нет просто потому что в такой ситуации вот если она запала до возврата тогда то если это очень нажимать да да то есть это понимать почему потому что принудительно выглядит я сразу а кс на любом случае принудительно выбьет то мне подожди тут бред получается если тебя зажата кнопка отбить и реле перегрузки при этом нажмешь кнопку неисправности сигнализации у тебя если контроллер в ходу у тебя сразу же выбьет р.п. и при этом он тут же восстановится так и кнопка зажата понятно нет что значит она тут же восстановится на у тебя выбьет как бы да то есть это фар но у тебя же кнопка восстановления р.п. зажата насколько вообще я помню эту ситуацию насколько здесь это реализовано сразу и не установите и надо опустить как бы да перевести ручку соответственно в ноль в ноль это надо понимать было восстановление вообще реле перегрузки да когда производится только соответственно когда контроллер в ноль и наоборот